Израиль на пороге крупнейшего коррупционного скандала в истории. Местные правоохранители заинтересовались контрактами Минобороны с Германией. Речь идет о покупке подводных лодок и боевых кораблей для военно-морских сил. В чем суть подозрений, знает наш израильский СЭПКОР Сергей Ослендер. Драматический прорыв в деле 3000. Так пишет о ходе расследования сегодняшняя израильская пресса. Арестованы 6 человек. Среди них приближенный премьера Нитаньягу, известный бизнесмен и несколько высокопоставленных чиновников. Я напомню, что полиция совместно с налоговым управлением и службой безопасности расследует подозрения на коррупцию при заключении контракта на поставку из Германии боевых субмарин. Подводные лодки класса «Дельфин» – самое мощное оружие, которым располагает Израиль, но и самое дорогое. Каждый корабль стоит порядка 700 миллионов долларов. Строят их на верфях в немецком городе Кили в составе израильских ВМС. Сегодня 6 таких подводных лодок. Вот во время получения последней, собственно, и разгорелся скандал. Журналисты выяснили, что контракт был заключен без конкурса, что категорически запрещено законодательством, особенно учитывая сумму. Кроме того, оказалось, что в переговорах участвовал личный адвокат Нитаньягу, который якобы получил за это приличную сумму денег. Премьер решил сам прокомментировать эту историю и отверг все обвинения. «Безопасность Израиля требует покупки подводных лодок и усиления флота. Это система стратегического оружия, которая гарантирует наше будущее и наше существование государства Израиль на следующее десятилетие». В правительстве говорят, первые две лодки Израиль получила в Германии совершенно бесплатно в качестве возмещения морального долга за Холокост. Соответственно, вся береговая инфраструктура флота, программы подготовки экипажей, тренажеры, все было приспособлено именно для кораблей этого типа, поэтому менять его нет никакого смысла. Кроме того, по мнению многих авторитетных экспертов, дельфины считаются лучшими в своем классе. Они способны нести ядерное оружие и сильно повлияли на баланс сил в регионе в пользу еврейского государства. Но в ходе расследования выяснился такой факт. Израиль собирается закупить в Германии еще четыре надводных корабля и опять без всякого конкурса. Но вот только дарить их никто уже не собирается. А сумма контракта тоже весьма впечатляющая. Речь идет о сотнях миллионов долларов. А вот строят такие корабли как раз многие страны и есть из чего выбирать. Поэтому для выяснения подробностей заключения этих контрактов была создана специальная комиссия. Так решил юридический советник правительства. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.